...которая имеет особую форму, а-ля плец. То есть это не мебель больше? Странно, да? Хотя плед это не мебель. Вот без отдачи. Ну, плед не мебель, да? Но утварь домашняя, да? Согласна, Саша? Слушай, ну а как-нибудь к этому парню может иметь отношение? Я думаю, прям прямое. Прям прямое отношение, да, вот к этому мужичку. А плед никуда. Да, вот прям непосредственно к нему. Итак, друзья, версия у нас спортивного характера. Вильфрикс это прямо вот спортсмен. А на самом деле, друзья, 50 на 50 этого парня в свое время, когда он, ну, в Англии стал играть, только, да, он взял эту фамилию. Потому что он всегда замерзал и укрывался пледами. Его так прозвали, и он записал эту фамилию в своей скрижале. Друзья, верный ответ. Аплодисменты. А, следующий вопрос, и как для меня. Вот вы не десчитаете, что все конкурсантки различных конкурсов красоты, первое, что делают, это желают мира во всем мире. Я благодарю свою маму, папу, всех создателей индустрии красоты. А вот второе какое желание? Что они желают во второе учиться? Я думаю, денег. Кому? Себе. Вышла какая-то, так, я желаю мира, добра и денег себе. Тогда всем. Всем денег. Всем денег во всем мире. Ну, так если мир есть, то тогда что нужно для счастья? Честовительно, деньги. Все правильно. Здоровье и счастье. Это же с миром связано, да? Ну, не совсем. Не всегда. Деньги связаны с миром, но не версия твоей разницы. Ну, тогда здоровье, счастье и потом денег в конце. Так можно? Ну, давай, красиво это сделай. Вот ты уже поблагодарила мира во всем мире, и теперь второе твое желание. Счастья, здоровье, успехов, процветания и денег. Молодец! Спасибо большое. Участница под номером девять занимает наше сценическое пространство. Скольким людям ты сегодня оплатила стол? Ой, я сбилась со счетов. Никому. Это у нее особая ситуация, у нее родня платят. Друзья, здесь есть родственники? Да! Поддержите аплодисментами, а мы тем временем будем внимательно смотреть на наш экран. Итак, давай посмотрим. Ян, здесь у нас, опять-таки, российская исполнительница. Ну, я вижу Машу и Распутина. Моя Распутина. Прекрасно, прекрасно. Маша Распутина верно ответили. Ну, и мы, соответственно, с тобой подходим к вопросу интеллектуального характера, фактически. Вот сейчас, друзья, будьте внимательны. Шел по городу автобус. На первой остановке в автобус зашло пять человек, вышло четверо. На следующий зашло девять, вышло два. На очередной зашло три, вышло три. Процесс мысли сейчас вообще атома должен быть. На следующей остановке зашло двенадцать. И вышло восемь. Вопрос. Сколько было остановок? Прекрасный вопрос. Шикарный вопрос. На самом деле, Артем, вы зря старались, я не посчитала. Ну, какая разница, сколько было остановок. Главное, что конечная была самая веселая, прекрасная и замечательная. Мне нравится этот вариант ответа. Ну и, соответственно, аплодисменты этого зала провожают тебя к нашему местному стэнеру. Спасибо. Номер 10. Будем смотреть на экран. Итак, друзья, определяем, о ком поется в песне. Он сказал, поехали, он взмахнул рукой. Обучители физической культуры о старте на гонках, о космонавте Гагарине. Я думаю, о космонавте Гагарине. Мне кажется, я слышала это безумно. Друзья, это поистине тот самый вопрос, который глубоко-глубоко в нашу культуру заходит. И ответ-то абсолютно верный. О космонавте Гагарине! Ну, а следующий вопросик от меня. Вот смотри, если бы Чак Норрис женился на Ксении Собчак, то взял бы ее фамилию и звучал бы как Чак Собчак. Как у тебя решается эта проблема? У меня настолько красивая фамилия, что этой проблемы просто нет. Мой мужчина не настаивает на том, чтобы я меняла фамилию. Поэтому я красивая, а он лызый. Слушай, а если он возьмет твою фамилию, он будет красивая? Александр Красивый. А фамилия не склоняетесь? Склоняетесь. Александра Красивая. Нет, Александр Красивый. Александр Красивый. Брутальные аплодисменты. Девушка с прекрасной фамилией Красивая. Итак, друзья, мы двигаемся дальше. Номер 11. Давай обращайте внимание на экран. Вместо черного фона появилось нечто. Два слайда, которые определяют артиста. Причем сейчас, я думаю, что тебе, конечно, нужно порассуждать, если у тебя не появилась сразу рабочая версия. Элтон Джон и фонарики. Фонарики, как мило. Ребят, давайте поаплодируем. Фонарики уже хорошо. Уже хорошо. Вот смотри, эти фонарики имеют особый тонконаправленный луч. Он такого военного образца. А значит, этот фонарик называют еще в школе иногда указка какая? Лазерная. Умница. Вообще, как здорово отвечает сразу же. Здорово, да. Это лазеры. А вот Элтон Джон в свое... Это я сейчас тебе подсказываю потихоньку. Элтон Джон в свое время от английской королевы получил титул. И если соединить сейчас лазеры и титул Элтона Джона, то у нас вполне возможно появится отгадка на одного из российских исполнителей популярной эстрадной музыки. Сергей Лазерев. Друзья, женская интуиция и, что называется, воля случая. Но все здесь вот так вот делают. Просто молодец. Так, какой бы вопрос нам тебе задать сейчас? А ты задай вопрос по номеру 8. Давай, попробуй. Итак, ну смотри. Ой, вообще это будет сложный вопрос, конечно. Да, он будет легкий. Вот, представь, ты учитель географии. Как объяснить детям, кто такой Сиокатель Накшитель Кецалькуатель, если его останки нашли на полуострове Юкатана? Дети, учите географию, она догонится вам в будущее. Ребята, чувствуете, да, какая мотивация сразу пошла? Вот, еще нужно притопнуть ножкой и сказать, у кого... Хотите, маленькие или какие-то в институте? Вот, когда ты сделал вот так, какие-то дети, да? Взрослые же дети. Тогда дети, учите географию, пригодится вам в будущее. Вот я не знала географию, и поэтому я здесь. Друзья, нам нужны ваши аплодисменты. Ответ принимается, как шестнадцатый век, император Юкатана, инков, ну, займ свое место. Двигаемся дальше? Двигаемся. Участница под номером... Двенадцать. Двенадцать. Ну что ж, мебель или футболист. Давай смотреть на экран. Итак, друзья, у нас есть один из спортсменов, который действительно очень много движений создает не только ногами, но и руками. Вот я сейчас правильно попробую. Урвар, да? Или вот это вот что-то такое из специальных настенных украшений с древними фресками. Нам сейчас нужно сделать выбор. Что же это? Ковер или футболист? Ну, конечно, бы хотелось сказать, что это у нас спортсмен, но я выбираю вариант номер два. Что бы это сердце подсказало? Я же мучительна. Друзья, давайте попробуем. Посмотрим на экран, какую отгадочку нам дадут в этот момент. И у нас потрясающий момент с тем, что это действительно волшебно-уникальный спортсмен. Урвар Термо. Супер. Вот сейчас смотри, сейчас Лариса тебе задаст камерзный вопрос. Вот смотри, многие мужчины считают, что медовый месяц нужен для того, чтобы он осознал, что он влип. Предложи свою версию этого недоразумения. Я за это не хочу пойти. Ну вот они считают, что медовый месяц, все, парень, ты влип. Вот знаешь, ты вышла замуж, у тебя медовый, ты замужен? Нет. Вот представь, ты замужем, и медовый месяц у тебя, а твой мужчина говорит, все, я влип, не осознал. Что ты должна ему на это сказать, отметить? Милый, это не так, а как? Я просто возьму и стонсует для него. Стонсует. Друзья, а мне кажется, что если сейчас у нас будет 15 секунд музыки, да какая музыка? У нас сейчас... АПЛОДИСМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕНТОМЕН